итак для солевого скраба нам понадобится чтобы нам как-то его смягчить и было удобнее наносить и не мочить его водой я специально брала вот этот гель для душа еще нам потребуется емкость делаю я такой скраб первый раз ну вот даже с первого раза у меня в принципе все получилось не очень густая и не очень жидкая консистенция как скраб для тела у нас уже готов покажу вам как можно сделать скраб в домашних условиях для лица из кофе в принципе также из кофе можно делать скрабы для тела он очень офигенный очень скрабирует хорошо но также кофе я люблю использовать для лица соль как-то мне больше нравится для тела потому что она очень хорошо подтягивает делает кожу такой упругой в принципе от кофе тот же эффект но от соли мне как-то больше нравится этот эффект кофе как-то делает ее больше мягкой а вот соль делает такой вот действительно упругой ну и что нам понадобится в принципе ингредиенты простые обычные это кофе любая какая-нибудь умывалка которая у вас есть любимая может быть даже нелюбимая можно без скрабирующих каких-то скрабинок можно со скрабирующими какими-то добавлениями не важно главное чтобы она была такая не сильно густая и не в пенке и не в каком-то муссе да а именно вот просто такая более кремовая у меня допустим от tony molly я эту умывалку очень люблю она такая кремовая по консистенции гелевую умывалку тоже можно использовать тоже хорошо подойдет и нам понадобится какая-нибудь емкость в которую вы должны это все поместить так кофе я уже засыпала и будем добавлять средства для умывания почему я в принципе выбрала средства для умывания потому что можно в принципе просто взять кофе да и этим кофе по скрабировать лицо но когда я так делаю то получается сам кофе вот эти крупинки они больше осыпаются поэтому нужно какая-то все равно база таким скрабом я очень давно пользуюсь уже но опять же повторюсь без добавления умывалки я это делала но все равно я очень давно пользуюсь таким рецептом до что скрабирую кожу лица кожу тела если вы хотите просто умывалку которая вам будет еще и и периодически да там по утрам может кто-то любит чтобы были скрабинки да и можно было чуть-чуть подраить свое лицо так сказать если вы любите такое то советую вам просто в свой обычный вот такой вот средства для умывания добавить совсем чуть-чуть кофе самое главное в приготовлении это размешать очень хорошо вот у меня получилась такая очень очень густая консистенция я не буду добавлять больше средств для умывания чтобы делать ее пожиже потому что такая консистенция меня устал мне устраивает все скраб наш готов сделать сейчас маску для волос и причем не одну несколько в общем для корней у меня будет одна маска для кончика будет другая не часто я делаю такие домашние маски именно своего приготовления из каких-то масел либо каких-то кефира или чего-то остального общем из каких-то продуктов почему решила сейчас сделать последнее или предпоследнее видео по моему под видео о покупках предыдущих девушка одна мне советовала очень делать всякие маски особенно вот с репейным маслом да она у меня кстати очень давно но я его не открывала спасибо конечно этой девушке за советы и и и шампуня нам многие рекомендовала в общем очень полезно когда вы советуете что-то потому что сама конечно доходишь своими мозгами до этого но как-то очень быстро это все улетучивается из головы а когда кто-то тебя переубеждает либо советуют то всегда есть возможность прислушаться к этому какую я буду делать маску именно для кожи головы для этого я возьму репейное масло у меня с красным перцем и возьму эфирное масло лаванды также очень хорошо и от перхоти и для укрепления волос и дальше я это все разогрею на водяной бане и соответственно нанесу на кожу головы на кончики я решила сделать масло ши тоже на водяной бане капнуть туда немного персикового масла в принципе все как бы я нанесу на кончики так как я давно не стриглась и в общем в ближайшее время наверное даже и не пойду в салон поэтому буду пока спасать свои волосы так сделала педикюр себе и решила сделать себе градиент или как это называется очень такой плавный переход от темного к светлому использовала два вот таких вот лака она конечно может по оттенку не очень сильно подходит ну в общем не знаю как показать как падает свет надеюсь здесь вот видно да какой то такой плавный переход сверху я еще покрыла обычным бесцветным для блеска и для стойкости не сильно этот переход заметен но такая вот игра цветов немножко есть и на солнце в принципе это довольно таки заметно мне просто освещение такое не очень в общем вот такой вот педикюр сделала не знаю почему-то захотелось и вообще очень редко что-то делаю на ногтях на ногах просто обычно покрываю каким-нибудь цветом одним и все в этот раз что-то захотелось не знаю последнее время я на руках вообще не крашу ногти вот этим вот покрываю и супер просто смотрится еще делаю завтра себе на работу замуж даже сегодня в принципе съем тру морковку помещу это все в емкость и перемешаю с добавлением масла взяла себе купила очень редко в принципе покупаю не на как-то люблю больше такой уже спелый-спелый прям но мне попался он вроде бы и мягкий ну не слишком такой спел и он не прям такой прям сахарные сладкие вот один уже съела в принципе сейчас будут оптать 2 готовить кушать уже замариновали мясо заранее чтобы попозже поджарить его буду делать картошку потом покажу как получилось просто сварю картошку и обжарю лук и морковку сварила кукурузу до этого кукурузу которую я варила я обычно ее на тарелочку выкладывала да там рядом соль чтобы можно было посолить и кушать но когда у вас вот такое вот большое количество кукурузы и варить ее постоянно до чтобы там два качанчика каких-нибудь там два кусочка до сварил и остальные потом если захочется как бы так не получается я пыталась так но когда ты хочешь уже ее скушать до тебе приходится ждать там энное количество времени чтобы она сварилась это не очень удобно соответственно если я варю все и оставляю на люди то получается она заветривается и твердеет высыхает соответственно я в общем нашла такой способ как мы все знаем да вот на море люди которые носят кукурузу на пляже они все время ее продают в пакетах либо держит да в каких-то пакетах в какой-то емкости обычно да но в основном в пакетах я видела такой большой пакет и там вся кукуруза у них сложно так вот я решила попробовать тот же способ сейчас вот сварила сюда и расформировала на несколько порций и посолю сразу предварительно и запакую в пакеты мне кажется так она заветриваться меньше будет и дольше пролежит вот такая вот у меня в принципе картошка получилось добавила еще сюда зубчик чеснока зелени чуть-чуть и зажарку как я и говорила зажаренный лук с морковкой и обжариваем уже мясо вот такое вот мороженое офигенное очень вкусное называется кис-киска и риска в общем выкладывала я фотографию в инстаграм стоит 40 рублей стакан 170 по моему грамм продается в 5 у 5 так что совету очень вкусный как обычный в пломбир только вот коричневый и с добавлением сгученого молока обалденное сочетание